Саневский краевой ФСБ и Витебской КГБ. Откуда их сослали? Можно написать, как вы эти законы? Вы их просто получите по стране? Нет, ФСБ по электронному почту принимает только архив, это не каждый. В основном архивы сейчас работают с электронной почтой. ЗАГСы тоже смотря где, а КГД только через обычную почту. Да. И мне говорили, что вообще, в принципе, бать-то там ничего не даст и все такое. А у меня был опыт, когда я прямо поехал в КГБ Витебской области, еще до запроса. Ну, был проездом по Белоруссии и заехал к ним. Директор архива, у них свой архив есть в КГБ. Директор архива, мы спустились с ним в подвал. Мне уже жутко стало, как-то непосредственно, ну, все, допрыгнулся. Пойдемте, пойдемте, пока пообщаемся с вами. Все, думаю, ну, коль с Лженицем так сказал, что Лженицем, что делать. Вот, ну, действительно, было очень приятно с ним поговорить. Он говорит, ну, как неожиданно, как здорово, что вы в Сибири этим делом занимаетесь. Мы вам говорили, через месяц все пришлем. Подготовим для вас дела. Я говорю, что-то платить надо, ничего платить не надо. Все пришлем. И действительно, меня поразило, потому что документы с Краснодарского краевого я получил, а там как у нас, ленточка здесь нельзя читать, ленточка здесь, белая бумажка, что кто доносил, кто поносил, все это нельзя. А Беларусь мне прислала все. Все. Куда дома разобрали, то разбирал, то донос делал. Их заявления, их анкеты, все. Полностью. Ничего людям не жалко, забирайте все. Вот, вот такой пакет документов с отпечатками пальцев моих предков. Их кресты, что они неграмотные. Там их описание имущества, что у них забрали. Ну, в общем, все-все-все. Поэтому у меня опыт с Витильским КГБ очень хороший. Принцип какой? Что нужно писать и в то КГБ, куда сослали, и в то КГБ, откуда сослали. Опять же, я бы сделал сразу в один день два запроса. Написал по письму и туда, и туда. Что такое лишенство избирательных прав? Почему это было так больно и важно? Чтобы вы понимали, не все историки, поэтому, может быть, и кто-то и догадывается, но еще раз, чтобы у нас это четко было в памяти, что происходило. В 1926-1927 год, я просто лично веду документы, когда были выборы, первые советские выборы, и Советы очень сильно проиграли. Они набрали наименьшее шло голосов и, естественно, сделали очень большой фальсификат. И, естественно, все, кто там победил и выиграл, только почувствовав себя героем, их всех чистки начались сразу, очень быстро. И все-таки Советская власть закрутила вот эти винты за собой. И те, кто голосовал, естественно, в народе не за Советскую власть, а та партийная ячейка, которая от Советской власти выходила, она и стала, вот эти люди, там, пять или сколько их человек, они стали, ну, вот, председателями всех Советов и вот этих всех дел. А так как типа земля крестьянам, но налог плати государственный, то есть львинная тролля отдавалась государству. То, что там оставалось, какой-то кусочек, это распределяло как раз вот эта ячейка партии, да, которая была там в Сельсовете, и распределяло, какой семье, какой урожай, какой грамм дать. И если ты не состоишь, не имеешь права голоса на этом заседании, то у тебя все голод, твоей семье конец. Тебе взять огоньку и бежать отсюда в какое-то другое село и сказать, что, знаете, придумают какую-то легенду. Вот, поэтому очень много документов сохранилось здесь. Люди говорят, верните мне, пожалуйста, мои избирательные права. Я вот думаю, ну, что у тебя там пенсионер, как 56 лет, что-то он сильно голосовать хотел. И у него было доброе время не понять, пока там с разными людьми не пообщался на эту тему, мне вот тоже такое объяснение. И многие люди там пишут, что вот мы уже на фронте либо в Японскую, либо в Первую Гражданскую, там забрали, правда-да, а сейчас кормить нечем, как делать, как быть, верните меня в список. А ей говорят, да ваш сын бодраков нанимал, как мы можем вас вернуть, все, о чем говорить. Она говорит, да не было никаких бодраков. Ну и начинается вот эта вся волокита, если документы есть, вы их можете почитать. Другой красный партизан, это те, которые стояли за советскую власть душой и сердцем, но попали потом под эти все чистки и их же тоже и распрягали. То есть те, которые более-менее понимали, что такое красная жизнь, они, естественно, за... Ну, как вот в Киеве, они стояли на Майдане не за смену власти. Ну, в смысле, не за там Порошенко или за кого-то, да. Они стояли просто, чтобы что-то поменялось. Ну, сколько можно как-то везде, нужно в каждую полигнику прийти со своим там винтом, со своими шприцами. Насколько можно вот так жить. Стало, конечно, еще хуже, как и вся наша история показывает, что ни одна революция для простого смертного в хорошую сторону не играла. Вот. Что и Солженицын тоже доказывал, что революция – это всегда плохо. Как бы ее ни хотелось сделать. И эти же люди, которые там в советское время вот они пошли за красную власть, они пострадали самые первые, потому что они стали видеть, что власть, за которую они сражались, она не такая, о которой они мечтали. Ну вот. И поэтому очень много документов сохранилось как раз о красных партизанах, их анкеты, фотографии, списки, тоже очень интересные документы. Идем дальше. Всем рекомендую посмотреть фильм «Ее зовут Сара». Это поменяет ваше отношение, в принципе, к семейной истории, к семье, должно, по крайней мере. Если вчерашний день не повлиял, то этот фильм должен закрепить и повлиять. Фильм «Ее зовут Сара». Фильм потрясающий, хоть он и французский, с американцами снят. Франции я редко доверяю на хороший фильм. Но этот фильм шикарный. Он с детьми бы, я бы, конечно, такого возраста не стал смотреть, мы не смотрели. Это надо смотреть с подростками. Он не грязный, не кровавый, он психологически тяжелый, где показывают о вот этих репрессиях семейных. Там есть методики поиска, там показывают два времени, сегодняшний современный мир и вот как в центре Парижа, во Франции фашисты репрессируют. Ну как фашисты, сами же французы фашисты, да, как и наши НКВДшники, они особо от фашистов тоже не отличались. Они все были со срывом нервной психики. Но в их личных делах все НКВДшники были со срывом психики, потому что каждый день видеть такое, там нужно иметь какой-то, не знаю, роботовый. Вот. И там показывают две вот такие истории, которые у меня всегда я видел, ну, генеалоги их разных людей. А в этом фильме четко показывается, что вот есть репрессии, которые проводят государство, есть репрессии, которые сама семья может проводить. Вот эта женщина, которая там, она жут на лесу, она стала исследовать, как одну семью еврейскую репрессировали. А в это же самое время она рождает, ну, она забеременела, муж ей предлагает сделать аккорд. И как ей в поиске этой семьи и история этой семьи помогла не сделать аккорд, что это ее поменяло. О том, что, ну, чем она лучше там фашистов, если она своего ребенка сама умничтожит. Вот, аккорд это сегодня тоже одна из таких больших тем, которые я еще на прошлом не включил, но это отдельная тема тоже. Вот, в общем, этот фильм, посмотрите. Идем дальше. Портал Архив России. Запишите, это электронный. Сайт. Портал Архив России. Что это такое? Вы набираете просто Архивы России, либо Архив Украины, либо Архив Белоруссии, где список всех сайтов, адресов всех архив той страны. Все это на русском. Украинский тоже можно перевести на русский спокойно. Те же и Казахский, и Прибалтика тоже можно. Ну, Прибалтика они там на русский не переводятся. Переводятся там. Так, сейчас пока не перематывайте, я вам просто скажу, запишите, его здесь нет, этого сайта. Списки жертв политических репрессий. Списки жертв политических репрессий. Это база данных по репрессиям по всему Советскому Союзу. Советскому Союзу. Ну, просто это лучше по русскому Союзу. Здесь списки жертв политических репрессий. Общая база данных по репрессированным. Выбирайте фамилию, ну, в смысле, буковку выбирайте, находите фамилию, там сводят. И наш Красноярский мемориал, вот так и называется. Красноярский мемориал. Если кому нужно, будет там. Тоже хорошая база данных. Идем дальше. Теперь путеводитель. Неспроста здесь спасательный круг, прямо так и напишите. Путеводитель – это наш спасательный круг. Это еще одна вещь. Если вы будете о ней знать, пройдете в архив, любой архив, то это вам очень и очень поможет. Очень часто, еще расскажу, что люди в областной, в краевых этим грешат, что говорят, извините, но у нас все сгорело, по-вашему ничего не найдете, что вообще с вас грешки. Если такое все-таки говорить, то самое первое, что вы должны сделать, это сказать, дайте мне путеводитель. Выгнать вас не могут. А если вы назовете слово путеводитель, значит, это архивариусу показывает, что вы, ну, с вами не так просто однако. Надо, значит, что-то понимаете в этой жизни. Что такое путеводитель? Это книга, которая собрана о фондах, все, что есть в архиве. Ну, ни один архивариус не будет знать на зубок и заучивать все, что есть в архиве. Поэтому существует такая книга-путеводитель. В каждом архиве она своя. Красной стрелкой, а я подчеркну, написано учреждение и религиозного культа. Учреждение, учебное заведение религиозного культа. Ну, это коммунировка советская. Если путеводитель уже был перепечатан в наши дни, то ваша задача найти раздел, который будет называться религиозное учреждение. Религиозное учреждение. Все, что будет в этом разделе, которое называется религиозное учреждение, либо учреждение образования религиозного культа, это все генеалогия. Это все, что имеется по генеалогу. Все остальные разделы, это семейная история. Вы видите, что материала много. Как говорят, неужели что-то можно найти в архиве? Да полно. Бюрократию не советы придумали. Там, если посмотреть списки по тварянам, это нужно было... Ивосян, вытервать, сядь. Ну, не здесь же какая-то полезная. Не нацените. Дворяни, например, если посмотреть по спискам, там каждый раз, когда у дворянина рождается ребенок, ему нужно было доказать, что его ребенок тоже дворянин. Он писал это вручную, писал заявление, писал схемы, там много-много-много всего. И каждый раз ребенок рождается, он это постоянно писал. Это очень интересно смотреть. Ну, вообще, в принципе, вы сейчас видите, что многие документы советские, это не что иное, как бывшие дореволюционные документы. Советы ничего нового не придумали, но и правильное сделать, еще изобретать его аспекты, это можно. Старые названия поменять на новые. Поэтому то, что делали священники всю там петровскую жизнь, стали ЗАГС этим заниматься. Поэтому по путеводителю идем дальше. Давайте архив разберем. Так, городской, следующая стрелка, районный, дальше. Так, так, и еще, 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 еще. Стоп. Значит, запишите, городской, районный архивы. У этих двух архивов документы все те же самые, только единственная разница, что они будут относиться к району, другие будут относиться к городу. Ну, то есть, приприятия, если которые находились в городе, они будут, естественно, к городу относиться. Что там могут быть? Какие документы могут быть в этих архивах? Карточка Т2, основной документ, который, когда человек устраивался на работу, он заполнял вот такие, там могут быть фотографии, дата рождения, место рождения, но зачастую место рождения и какая-то еще дополнительная информация, это бывает либо. Потому что люди голодали, я напоминаю, люди шли из деревень на заводы, на заводе хоть какую-то там курочку хлеба дадут. Ну, естественно, если ты придешься на дословное священника, никто тебя назовут, не возьмем, еще и посадят. Поэтому люди меняли свои истории, свои биографии. У меня был случай, когда мой клиент говорит, дед перед смертью написал книгу про свою водословную, ну, про себя, про свою семью, про его родителей. А нам бы хотелось глубже дальше узнать. Я беру эту книгу, а дед был в советское время большим чиновником Новосибирской области, я беру эту книгу, беру эти исходники, иду в архив, но ничего не их нахожу. Вот ты рядом, и я уже близлежащий там церкви проверил, нет ничего. Я говорю, ходите вверх, и ходите, нет, но прежде. И, конечно, у меня сразу уже стал вопрос, видать, не простой из крестьян, если такую липу написал хорошую. Вот. К счастью, фамилия была редкая в интернете, как один из методов поиска, я набрал ее и вывелся в пару деревень в одной области. Я еду в эту область, поднимаю архивные документы, нахожу. Причем, личные дела есть о том, что его мать, ну, не он сам, естественно, а его мать, потомственная купчиха второй в Индии, отец 11 лошадей, и там никакое докажение золото. Мать купчиха там было варенье, мясо варенье, причем он сейчас клиент, мясо варенье понимаете, вот как классно, выстреливают. Вот. И естественно, что, как советский чиновник мог с такой родословной быть, даже стреляли бы и не посмотрели. Тут мещан, это слово уже чуть ли не материнное было, мещане, жители города, значит, армагеды, значит, какая-то интеллигенция, за счет трудов простых крестьян, трудяк живут, стреляли всех, и поэтому даже мещанин это было достаточно для разбора, для какой-нибудь статей. А если там дворянин, купец, или там по 11 лошадей, ну это вообще ужасно. Поэтому он, естественно, все переписал, может быть, даже пока не жили, сам в это и поверил, вот, но выкручивались. Поэтому карточки Т2 и документы, так, и автобиография, вот здесь мне написано запишите автобиография. Они, конечно, очень часто липовые. Пока не найдете подтверждающих других документов, нельзя верить биографиям, автобиографиям, когда люди устраиваются на то или иное предприятие. Дальше там написано, что у меня вот здесь не работает, значит, документы лишенных избирательных прав и расплаченных тоже могут быть в городских районах. И на предприятиях, на заводах есть два отдела. Если это почти крупные предприятия, заводы, есть два отдела. Это отдел, архивный отдел, и отдел кадров. Вот в них тоже могут находиться вот эти все документы. в 30-е-40-е-года кто-то уже постановил, решил, что документы трудовые книжки будут сжигать. по-много же осталось на предприятиях и там как раз люди, не те, которые современные, а те, которые там в 1920-е, в 30-е годы, вот эти послужные списки, послужные списки, они все будут сжигать. Поэтому, если вы знаете, что ваш предок работал на том или ином заводе, бегите либо на завод, если он еще работает, если не работает, бегите в городской архив и вызывайте трудовые книжки не нужны и будут ждать. Поэтому, чем быстрее это сделать, тем лучше. Значит, похозяйственная книга. Похозяйственная книга хранится в сетсоветах, вот о чем мы с вами говорили, что адреса важно знать в сетсоветах и телефонов, и перед тем, как ехать в какой-то сетсовет, поселковую администрацию, можно позвонить и узнать, за какие годы сохранились похозяйственные книги. Похозяйственной книге это состав семьи, которую Сталин ввел, как Петр I, ввел для учета налогов и сборов, то есть продналог. Но нам для генеалогии очень важно это состав семьи, который там записан. То есть у нас в городе это домовые книги, они обычно хранятся у людей на руках, а вот похозяйственной книге они хранятся в сетсовете. Они велись каждый год, начиная с 1929-30 года. То есть коллективизацию провели, колхозы завезли, теперь мы выясняем, кто сколько налогов должен заплатить и у кого какой состав семьи. Поэтому похозяйственная книга нам очень важна тем, что, ну посчитайте, кто проживал в 1930-м году. Даже если ему было 50 лет, то это как раз те самые годы, которые у нас уже пробел. А там может быть фамилия, имя, отчество, самый ранний год, который в похозяйственной книге, это 1878-й год. 76-й год. То есть это там как раз где у нас пробелы, эта похозяйственная книга очень хорошо помогает дать старт, с чего начать. Они хранятся тоже в городских архивах, районах архивов, областных районах и в администрации лицерсовета либо поселках. Дальше. Мы их еще сегодня поиграем, посмотрим. Время бежит. Ускоряемся. Медрическая книга, значит, в городских районах архивы хранится с 1870-го по 1935-й. Ну, не закон, конечно, не факт, но у нас хранится. Смотря где и как. И следующее вот такое проходное свидетельство и про семейные списки подселенцев. Здесь важно понимать что такие области как Красноярский край или Томская область где труднодоступные районы, то в них будут находиться метрические книги. В таких архивах, как Новосибирская область, маленькие области, Тамбовская область, Рязанская область, область, там область, пешком пройти, то там будет находиться все это в областном архиве. То есть они все это собрали. У нас это трудно доступно и много денег стоит, чтобы эти документы, эти же метрики перевести в один Красноярский архив. У нас извините, Несейстом 7 часов ехать, у нас внизу Минусинск 6 часов ехать, это все на машине, Канск 3 часа, Ачинск 2 часа, и у них у всех, это уездные города, раньше были, у них у всех свои архивы и очень много медических и те же проходные свидетельства. Проходные свидетельства это что? Ну, Сибирь это что? Одна большая зона. Просто так ходить нельзя. Нужен какой-то документ. Сюда ехали наши послужительные реформы, естественно, у них паспортов не было, у них было проходное свидетельство, такой лист, где с информацией, откуда они выехали, состав семьи, куда они едут. Вот поэтому даже в Нижегородской губернии, когда я смотрел, что судебные дела там смотрел, там одного сослали в Красноярский край. Вот и интересно, что очень многих в Сибири ссылали, ну, практически поголовно всех, полицейский идет, там говорит ваши документы, если у тебя нет документов и ты не можешь никак доказать кто ты и что ты, тебя в Сибирь буквально там за месяц ссылают. То есть за бродяжничество сроков всех на месяц. И вот это дел за бродяжничество их вот по три тысячи листов за каждый месяц. Огромное количество. И не знаешь, вот эти не помнишь, не видишь, не знаешь, все вот фамилии, вот у тебя какая, не помнишь, ну и вперед Сибирь. Поэтому очень много таких вещей. Так, здесь вопрос есть по городским районам? Это то, что вот может нам посмотреть. Идем дальше. Дальше, 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 дальше. Запишите, значит, областные, краевые и республиканские. Что такое республиканские? Это наш Татарстан, Удмортия, Бурятия, Мордовия, вот эти все местные наши республиканские архивы. Делится на два архива. Всегда в каждом области либо национальном архиве делятся два. На исторический архив, который имеет документы до 1917 года, с 1600 годов. И архив по личному составу, который раньше назывался архив новейшей истории, а еще раньше партийный архив. Естественно, у каждого свой путеводитель. Ага, спасибо. Значит, запишите можно назад сделать. Запишите сначала по советскому фонду, что есть там по советским документам. То, что мы писали уже в городском и в районном архиве, можно тоже это записать. Но здесь еще будут дополнительные огромные массив документов по партии. Если ваши предки вступали в партию, или как один священник писал, как он перестал быть верующим и стал большим атеистом, и как он вступал в партию, то есть там были такие истории, анкеты, биографии о том, как люди вступали в партию и теряли веру. Но вы знаете, что до революции, чтобы иметь чего-то в жизни достичь, если ты не православный, это тяжело. поэтому многие иудеи, чтобы как-то куда-то в чиновники пробиться, они меняли веру. То же самое в советское время. Партия это была та же самая религия в государстве, без которой, если ты не имеешь, если ты не партийный, то далеко ты не добежишь. Поэтому многие люди видели нищету, видели как много этого уносило. Ну, естественно, шли в парк и там хотя бы номенклатура могла тебя покормить хорошо. Вот. Это записали. Идем дальше до революционного. Что есть до революционного? Во-первых, самое первое это для генеалогического поиска это метрическая книга. Метрическая книга, запишите, делится на три части. Сейчас подробненько о каждом поговорим. Делится на три части. Записи рождения, браки и смерти. Так вот, ответ, почему так быстро сторона стала атеистической у нас и подняли красные знамена. Конечно, не все, не 99%, и даже не 100%. Но все равно многие люди. Во-первых, есть хорошая книга Антонов и Антонова, которую можно скачать в интернете бесплатно. они вот единственное, которые описывают полковым более-менее доступным языком, не сильно там научным, описывают, как вообще священник делал свою работу. автором, муж и жена Антонов и Антонова. Называется «Метрические книги России. Конец 17-го, начало 19-го века». И вот знаете, когда ты много смотришь документов, хочется как-то их оживить. Ну, как крестили, как венчали, как это вообще все происходило. Причем, я уже повторю, что, когда ты едешь по деревням, и ты видишь расстояние, масштабы, и как священник мог, там же рождались каждый день, как бы вообще физически это все успевал. Тоже крестить, тоже отпеть, тот же венчание, тот же из Песборедки, тот же еще что-то там. И я с нашим единицейским владынем встречаюсь, я говорю, есть какой-нибудь историк, вот объясните, как это возможно. Ну, работа такая. Ну, это не ответ. Я понимаю, что у нас владыка тоже 70 лет просто так в советское время не происходило безбожие. То есть владыка тоже не из православной семьи, а из советской семьи, естественно, он какие-то моменты знать не может, по понятным причинам. Но все равно вот эта связь даже у православных священников, она потеряна. Как это происходило, как это делали? И вот Антонов с Антонов они единственные, на мой взгляд, на сегодняшний день, которые объясняют хотя бы немножко, как священник физически мог это сделать. А также в группе «Обратите сердца» у меня есть интервью с Ксензом в Беларуси, я его снимал в прошлом сентябре, можете там посмотреть видео очень интересное. Можно вопрос? Да. А если люди были иного как испоедания православного, то есть, например, людей, истории, архестанцев, тоже были отметки стадий, с каждым не распространялся или какие-то особые книги? А в смысле отметки? Что вы имеете? У них свои метрические книги. У католиков свои, у иудеев свои, у всех свои. Смотрите, в чем суть метрические книги? Петр Первый съездил в Европу, он посмотрел, люди уже давно фиксируют это, и он вводит эти метрические книги. Но более того, с одной стороны, он молодец, многие документы, о которых мы сейчас будем говорить, вел Петр Первый. С одной стороны, он молодец, он это все сделал. С другой стороны, он убрал веру людей, он поставил чиновников. Он убрал кто, все, кто были в монастырях, там же этот царь Брозный когда погнал эту политику сопричную, люди, которые жили, бежали, вернее, в монастыри, прятались, от этого идиотизма всего, не погодишь на того времени, они прятались в монастыри. После, когда все это послабело, люди возле монастырей стали строить свои селы и деревни. Петр сказал, ну, в конце концов, кто у вас батюшка? Я. Один у вас. Он убирает патриарха, он ставит везде своих чиновников, землю секуляризирует, и все вот эти крестьяне, которые были священческие, они стали казенные крестьяне, государственные крестьяне. И в документах вы их, если увидите, вы помните о том, что государственные крестьяне, откуда они взялись, они жили на церковных землях, а все церковные земли, когда они были, люди платили десятину церкви, а теперь они платят налог государству. Вот и все. То есть Петр поставил туда чиновников. И поэтому, для меня, когда смотришь, что по вот этим документам консистории, сейчас я о них расскажу, когда ты смотришь, как люди, вот одно дело, знаете, служить в каком-нибудь соборе во Владимире, в Великом Новгоре, другое дело, в Сибири, в Турханске, в какой-то банке. Кого туда отправляют после духовной семинарии? Соответственно, троечников, двоечников. Ну, никакого не там приплотненного идентина, семьи священника. А вот таких, кто там, не понять, как. Они тоже священники, это сословие. Это нельзя было вот сегодня проснуться и сказать, пап, ты знаешь, да я не хочу быть священником, я хочу быть куксом. Да ничего подобного, это сословие, это то, что обязано. У нас в Красноярске есть дневники, не знаю, может, в Томске тоже есть, дневники про Таирея Касьянова. И два тома. Первый том, он пишет дневники, но это как раз пример того, как нельзя писать дневники, потом, что он писал четко, украл и убил в тюрьму, то есть, встал, проснулся, выпил, лег. То есть, чувств и эмоций там нет. А вот в биографии, второй том, там он описывает о том, как он учился в духовной семинаре, кто там учился, как он там курить из Ниди научился, как многие-многие вот эти вещи происходили там внутри. И тогда ты начинаешь понимать, что это было такое. И когда, он говорит, был маленький, его воспоминания, и когда приходит из духовной иркутской семинарии забирать меня, отец, говорит, настолько был встревожен, что он говорит, не пущу. Он понимал, что это как советское распределение, то есть, он потом понимал, что он сына не увидит, потому что духовная семинария, после того, как он закончит учебу, она распределяла, в какую точку страны послать. И он понимал, что все, это конец. И ты не можешь сказать, что извините, но мой сын, ну никакой с ним не священник, он будет у нас в примесном, нельзя, это сословит все. И это была как номенклатура. Если он пьяница, дипошир, и по духовному консистории, по документам, вы увидите, его нельзя было бы с него просто сказать, что извините, но вы теперь не священник. А-а. Ну, рясу снять, ссылку отправить, да, но потом через полгода вернуть. Поэтому в Сибири очень часто много документов того, что священники не всегда полонадежны. Ну, не все, естественно, не все, но по духовному, по документам вы увидите, что очень-очень много судебных документов. У меня вопрос, я уточню, то есть про исторический архив до 18-го года. Например, ищен клетка в Черниговской области, да, и там, соответственно, в Черниговском историческом архиве будут православные какие-то метрики, а католические и католические? Да, в путеводителе, в разделе религиозного учреждения не только про православных, по католикам и так далее. А западная часть Белоруссии и Украины там вообще нет православных. Там греко-католики, рима-католики, африкефальные, но там православные очень мало. А иудеев там всегда было гораздо больше, чем всех христиан. Вместе взятых. Поэтому ответ на то, почему люди так быстро подняли красные знамена, он, конечно, виден, когда мы читаем документы духовной консистории. Когда для людей власти, религии не было разделений, что это было одно. И для них поднять на императора нашего Николая там сам тоже равносильно, как и на попа. Поэтому все плакаты, все рисунки, они как раз всегда были вместе. И когда в 1904 году Николай II издал указ «Не валяйся», «Не валяться», «Не валяться». Это специально было для священников указ, чтобы они не валялись, когда пьют. Вот в Сибири они этим согревались. Но одно дело, когда ты пьешь, и когда там уже пошли свидания на христиан, это, конечно, было другое. Ну ладно, сейчас не будем дальше. В общем, Антонов и Антонова об этом описывают. Описывают о документах и описывают о том, как они стали чиновниками. Как у них стали появляться послужные списки. То есть, трудовая книжка у священников, что им платили зарплату, что им платили пенсию, что умирает священник, ему платят пенсию для его семьи. И это все прописано из документов в архивах моря. Вы увидите эти трудовые книжки, вы увидите эти пенсионные характеристики. Вот самое главное. Если вы будете читать характеристики священников, вы поймете, кто вообще служил в Сибири. И какая-то картина может сложиться. Метрические книги священники ввели в двух экземплярах. То есть, священники были уголовно наказуемы и административно наказуемы. Метрическую книгу, если он вынесет из церкви, он был уже уголовно ответственный. Поэтому нельзя было выносить ее. Антонов Санктонов описывает о том, что он ехал там куда-то, в деревню, задним числом, когда уже все родились и там эти погибальные бабки их крестили, он это все на бумажке записывал, приходил в церковь и был специальный борец, куда он это все надевал. Потом, как в советское время в кассе все это снимал и уже красиво, каллиграфично все это записывал. Поэтому книги велись в двух экземплярах. Одна книга была всегда в церкви, другую книгу в конце года сдавали в духовное управление. Значит, метрическая книга закрепили. Мы еще поиграем в игре с этими документами, копиями. Дальше, исповедная роспись. Что такое исповедная роспись? Каждый год каждый человек должен был прийти на исповедь, либо священник приходил к нему домой. Если ты не был на исповеди, ну, все, то же если паспортов не было, определить о том, что ты никуда не смотался, будь то в Сибири, будь то еще откуда-то, да, то, опять же, бродяги как появлялись? Либо они от помещиков сбегали, либо они от рекруства сбегали. То же самое и здесь. Если ты живешь в Сибири, ты, значит, где-то кому-то приписан. К чему-то. У нас тут помещеных не было, но к чему-то должен был приписан. И если ты ушел и не явился в течение года на исповедь, поднять гонца, налог, церковные эпитимии, что в первой виде наказания, и много-много чего. Поэтому исповедная роспись, она, это как закон. Это перепись ежегодная. Поэтому, если говорят вам в архиве, и вы действительно на ходе в путеводителя, что дела, метрические книги не сохранились, тогда исповедная роспись очень сильно поможет. В разных архивах ее называют еще исповедальная ведомость. То есть исповедная роспись либо исповедальная ведомость. Ну, корень берите, суть одна и та же. Дальше, брачные документы. Ну, вот это вообще бюрократия еще там. До вступления в брак, за два месяца человек должен был собрать пакет документов. От родителей что разрешают. От священника, что не состоит там в третьем родстве. От полицейского, что ни уголовник, ни уголовник, ни судим, не судится. От сельского староста, от волосного писаря, там тоже староста, что никому ничего не должно, мы его не выселяем отсюда. Все хорошо. Дальше, не приносит пакет этот документ и проходит следующий документ брачные обыски, где в брачных обысках описывается, что да, такие-то, такие-то, отец, мать подписывал, что жениху дают разрешение, что действительно все документы отданы, все нормально. В течение трех воскресных собраний объявляется прихожанам о том, что такие-то будут венчаться, если кто-чего против, умеет подходить либо не разбираться, и на четвертое воскресенье их венчают. Вот так. И попробуем еще и не... Поэтому, может, терпения такое не имел, поэтому очень много... Ну, в городе обычно очень много было незаконнороженности. Очень много. В городе просто тишно кишит. А в деревнях там как-то... Ну, все-таки патриархальные устои, где отцы там... Где отцы там порядок, где отцов нет, там она... А? Убегом. Убегом, да? Свадьба убегом совершенно верно. Ну, это... Видим, в деревнях там другая фишка. Это когда без любви женили, да, там по... по блату, по сестетам. А если это в детстве все равно, то есть в участии... Да, да, да. Это ЗАГС. Даже если он приехал по политическим сценам из Прибалтики либо из Польши, он не мог вступить в брак, иначе он бы там 20-30 детей бы получил. Вообще за каждое прелюбодеяние или за какой-то там проступок давали плитие. Там 900 какой-либо, седьмой, по-моему, год отменили рука вот это прикладство. А до этого года нас всю жизнь там плитми побивали. Вот. И поэтому даже его сослали, и если бы он там сделал свадьбу убегом либо прелюбодейству, там бы ему еще срок и каторжную работу дали. Поэтому он должен был принять православие. Несмотря на то, что он там католик, иудей, извините, у нас синагога больше нет, органы в зале единственной в городе. Поэтому, если ты в деревне, принимай православие. И тебе не дадут жениться на православной, если ты не примешь православие. Поэтому он должен быть... Ну, ему креститься там не нужно было, нужно было миропомазание, этого достаточно. и понеслась, и все. Таким образом мы и обрусивали, и оправославили, и как могли вот эти моменты все делали. Дальше, клировые ведомости. Клировые ведомости повезло тем, у кого предки-священники. Если ваши предки-священники, с одной стороны, хорошо их искать, с другой стороны, если он был как раз неблагонадежный священник, украл, выбил в тюрьму, то его из церкви в церковь и такие родословные очень тяжело искать. Но если он как бы как сел, так все семьи, его народ любит, уважает, все к нему ходят, и у него там три поколения уже служат, то все хорошо. Клировые ведомости, как я заметил, делятся на три части. Первая часть это родословные священники, где он описывает свою семью, может быть, эти руки нарисованы древом. Это характеристика, которую вела духовная кексистория как раз записана в таблице, какой он человек, судим, не судим, дебошир, не дебошир, пьяница, либо наоборот. Но это все там в характеристике прописано. Трудовой, вернее, послужной лист называется, послужной лист, это трудовая книжка. Там же, туда же. Она может быть, конечно, отдельной, но и там тоже бывает. Где написано, где он учился, что закончил, даже его аттестат. Вторая часть, это история прихода. Кто на что пожертвовал. На свечке, на икону, на строение дома как раз описывается, как дом строили. Это все очень интересно. И третья, это бухгалтерия. То есть, единственный доход это были свечки и таинство. То есть, бракосочетание 5 рублей стоило. Но в Сибири этим очень часто грешили, что заполученный тариф можно было бракосочетать не по возрасту. Там 15-летних, 14-летних. Конечно, потом находили, ловили дела, разбирательство, но они понимали, что их уволить не могут. А официально в Российской инферии укропили? 16-17? В основном 17. Но я видел 16, и они там до месяца считают до дня. 16-8 месяцев, там и 35 дней. Но в духовной... Так. Ну да. Документы духовного управления. Значит, смотрите, то, что мы сейчас с вами говорили, все вот эти метки, брачные, это вел в священник. А вот уже судебные документы между священниками, то есть они там одну пасту не могут поделить, либо один священник пришел в его собор, встал какую-то речь, говорит, а меня не предупредил. Ну то есть и между крестьянами вот эти все судебные волокиты, это в духовном правлении. И плюс копии метрических книг и других документов, это тоже в фондах духовного правления будет. Дальше уже, если духовное правление не могло решить какой-то вопрос, это духовная консистория. То есть там как раз протоиереи, там те, кто характеристики писали, те, кто похвальные грамоты дали, похвальные грамоты наверное с размера этого телевизора. Огромный, красивый, так как Пушкин, все такое назреватое, с винетками, красивый по плане грамоты, аттестационные с оценками, то есть очень и очень много документов находится в духовной консистории или в фондах духовного правления. Вопрос есть? То есть все судебные, брачные, разводы, потому что разводов было в море, и они тоже, не было отдельно книги по разводу, каждый развод это судебное дело, это будет все там. Там же будут документы по расходникам, сектантам, староверам, что там? Патриотисты. Ну это все там, это все в сектанты считают. Вот, и перемена веры, да, иудеи в православие, православие в иудеизм, это все тоже там будет. Все вот в этих фондах. Потрясающие вот эти два фонда, очень, очень сильные, очень, очень, они могли даже ссылку сослать, вот этому малаканина, они сослали ссылку, за то, что он не признал православие, в Турканске. Могли, реально, я читал, по переселенцам. А если переселенцы добровольны, то есть, какие-то переселенцы переселают. По переселенцам, идем дальше. Это у нас не церковные документы, это у нас светские документы. Давайте запишем по светским документам, сейчас мы разберем эту тему по переселенцам. Светские документы. Ну, самое первое, которое, опять же, Петр вел, это ревизская сказка. Ревизская сказка. Ревизия. Какие две цели? Это налоги и реклды. Она, конечно, очень сильно помогает, особенно в западной части России, когда большое количество людей без фамилии. То есть, у нас теперь заселяли с фамилиями. Постройки заселяли с фамилиями. Представьте, взвод Иван Иванович выйдет, тут полгода вышел. Естественно, у каждого были фамилии. У военных у всех были фамилии. А у крепостных, у помещичек, вот этих крестьян, у них не было фамилии. Они в 900-е годы тут перестали их получать. И как получали люди фамилии, это неизвестно. Поэтому, если там есть какие-то фирмы, сайты, которые говорят вам историю фамилии, это все перепинограммное. нет ни этого документа я не видел. Ни от того документа о том, как давали фамилию, подтверждающую какую-то один год без фамилии, в следующий год он уже с фамилией. Ну, естественно, отлички, естественно, там, можно только предполагать, но ни в коем разе не сто процентов сказать, что именно ваша фамилия вот от этого произошла. Нет таких документов. Значит, ревизская сказка, увидите ее, сегодня поиграем. Дальше, проходное свидетельство, ну, я уже говорил, что этот документ как раз по Столыпинской реформе. Если предки приехали сюда до Столыпинской реформы, ну, что это было? Это у нас была, железную дорогу провели в 1897-м, народ побыл сюда. Они назывались бесправные, без разрешения, как-то так, не помню, как они точно назывались, но что они без разрешения побыли? А был еще в 1870-е и в 1830-е годы народ двинулся, потому что от мирно-крепостного права люди дали свободу, земли дали, народ рванул. Такие тоже документы, это крайне редко, если вы находите такой большой подарок, большое чудо, потому что тоже в основном эти документы должны находиться в фондах казенной палаты. Казенная палата на русский язык налоговая. Казенная палата занималась переселенческими делами и новыми переселенцами. Поэтому, если в казенной палате, в ревизских, в странствах, либо в других каких-то списках нет, то либо вам не повезло, либо стоит еще посмотреть фонды волосного управления. Там, внизу административные документы, это фонды волосного управления. Но мы говорили с вами, что есть волость, есть уезд. Волосное управление это районная администрация. Поэтому, возможно, администрация волости вела записи под поселенцем. Поэтому здесь казенная палата и фонды волосного управления. Вот эти две вещи, где можно посмотреть по переселенцам и поселенцам. О, да? Также велись ревизские сказки для, не только для местных жителей по разным чинам. И ревизская сказка не делилась на православие, иудаизм, католицизм. На религии не делили. Это налоговая вела. Поэтому переписывала всех мещан. То есть по сословиям переписывала, не по религии. Поэтому в казенной, в ревизских сказках там будут мещане, крестьяне и, опять же, поселенцы. Тоже в ревизских сказках стоит. В метрических книгах это по пожеланию священника. Иногда он писал поселенец в Нижегородской губернии либо Черниговской губернии такое-то, такое-то. А иногда просто крестьяне в деревне вот этой же. Ну, как он, если он приехал там, у меня во многих документах вот столько ошибок, что моя прабабушка там, запускаем все. Вот, так, честно. Правильно. Все, давайте последнее, значит, административное документ. Значит, перепись 1897-го, 1916-го, это сельскохозяйственная перепись, 1917-й год. Вот эти переписи тоже запишите и запишите, что существует в фондах полосного управления еще очень много-много документов тоже и судебных, и страхования, и староверы, и мобилизованные. То есть, в районной администрации все, что только может быть, может там. Понятно, да? 1897-го утеряна, 16-18-го не называют Львови. Смотря где утеряна, Нижегородская полностью, Кировская полностью. Вот у нас здесь жли непонятно, что делать. Я вам говорю не про Томскую область, я говорю про... А, есть у нас в Томской области? Конечно, и в хорошем, в хорошем составе. Так, все на этом, сейчас я посмотрю. Давайте последнее я вам скажу. Family Search и Церковь Иисуса Христа в последние дни. На сегодняшний день это один из самых удобных возможностей искать своих предков. В чем суть? Церковь создала... Церковь в Штатах, она сейчас по всему миру. Она создала генеалогическое общество Family Search в 1894 году. На сегодняшний день это генеалогическое общество самое огромное и масштабное по своим возможностям у них более 5 миллиардов записей по генеалогии оцифровано по всему миру. По России, конечно, не так много, но есть, например, по Нижегородской, по Тверской, по Симбирской, по Самарской, очень много оцифрованных документов. Вот эта библиотека, которая находится в Саттлейке, она... Любой человек может туда приехать с любой точки мира и поработать. Это именно библиотека по генеалогии, чтобы вы знали, что генеалогия, она... Если кто-то говорит о генеалогии, то всегда говорит о Family Search, потому что у них... Ну, это просто бомба генеалогии. Там много чего есть. Можно дальше следующую ссылочку. Я вам... Нет, не заговаривайте. Можно дальше? Следующая, ага. И еще там. Есть разные генеалогические выставки. И РУСТЕХ это генеалогические... Знаете, как если проводятся какие-то большие компании, экономические форумы, вот по генеалогии это РУСТЕХ. В интернете вы можете их найти. Это огромные выставки разных генеалогических компаний. И Family Search там всегда лидирующие. Это те, кто организует эти все выставки, те, кто составляют это все. Можно дальше. И еще, еще, еще. Значит, возможности сайта FamilySearch.org. Во-первых, он единственный бесплатный сайт в своем роде, который дает возможность заносить огромное количество информации. Каждая компьютерная программа, она владеет такой функцией, что когда вы делаете туда дубликат, ну, нечаянно, да, заполняете еще одного человека с такой же имени, фамилией, неочной. И программа вам будет сказать, что такой уже есть систем. Если вы делаете генеалогию на бумаге, вы можете наделать очень много ошибок, много дубликатов. FamilySearch и другие компьютерные программы, они, конечно, помогают, чтобы таких дубликатов не было. Другие программы, не все, в основном, всегда платные. FamilySearch, это бесплатно, потому что спонсируется церковью. ресурсы там большие. Ресурсы там большие. Во-первых, бесплатный доступ к цифрованным архивным документам, но Росархив не разрешает выкладывать документы в свободный доступ в интернет. Почему? Потому что, ну, я сказал, что каждая фотокопия, она стоит денежку. Там 400-500 рублей, поэтому Росархив может потерять довольно много денег. Поэтому разрешено, что через кабинеты семейной истории, которые находятся во многих городах России, человек может прийти и бесплатно посмотреть цифрованные документы. У вас в Томске здесь находится по адресу проспект Мира 10А. Проспект Мира 10А, там Екатерина Меньшикова. Она может вам открыть кабинет, сайт, и вы можете там смотреть эти оцифрованные документы. Обычно это воскресенье, там где-то после двух, после богослужения вы можете прийти и заниматься семейной историей. Правила в центре семейной истории таковы, что о религии там не говорят, чтобы не было потом никаких нареканий, что ли, затянули или еще что-то. Поэтому не провоцируйтесь. Если вы хотите узнать больше о религии, в другое время, в другое место. Но если вы пришли за семейной историей, вы занимаетесь семейной историей и смотрите оцифрованные документы. Правило номер два. Нельзя идти в центр семейной истории, если вы не знаете административное территориальное отделение. Потому что все то, что они оцифровали в архиве, будет то же самое на сайте. То есть нужно знать название церкви, вероисповедания, потому что там и католики, и людей, и все там тоже здесь на сайте. То есть нужно прийти уже подготовленным. Потому что зачастую люди, которые сидят в кабинете семейной истории и вам помогают, это волонтеры, они не получают свою зарплату, они не искорят. Они просто открывают кабинет, ставят, насадитесь и работаете. Поэтому ожидать от них, что они будут вас направлять по поиску, не ожидайте. Так, проект индексирования вам там расскажут. Дальше пробежим, дальше, дальше. Значит, бесплатные возможности используют другие коммерческие сайты, потому что FamilySearch заключил договор с тремя коммерческими сайтами, как MyCaretage, FindMyPath и Ancestry. Это тоже очень хорошие сайты, в мире они очень сильно значатся, имеют большую базу данных и благодаря если вы будете выходить через сайт FamilySearch, на все эти ссылки будет бесплатный доступ. Если вы будете заходить просто с домашнего компьютера, это все окунется в большие доллары. Дальше. Но бесплатные приложения на телефон можно дальше, дальше. Вот эти две две картинки, это вы можете найти их в PlayMarket и бесплатно скачать себе на телефон. Таким образом вы можете сфотографировать предка на телефон, записать его аудио, там микрофончик нарисованный, напечатать текст, пока едете в автобусе. И все это синхронизируется сразу на сайт FamilySearch, не нужно ни флешки, ни скачивать, ничего. Все это сразу там. Очень хорошая на сайте галерея, можно на каждого предка создать свою папку, занести туда столько документов, сколько у вас позволяют ресурсы, то есть безграничное количество документов можно туда занести. Дальше. Сайт VGD. Бежим по коробам, время просто закончилось. Сайт VGD Всероссийский генеалогический древо, это форум генеалогический по генеалогии, где можно обмениваться опытом дальше. Войны, ох, их много, мы не успеем все переписать, запишите три основных, это по Великой Отечественной войне. Кому нужны будут слайды, потом мне просто напишите электронку, я вам эти и отправлю. Значит, OVD-мемориал память народа и подвиг народа. Три основных сайта по генеалогии. OVD-мемориал, память народа и подвиг народа. Три основных сайта по погибшим во Второй мировой войне. Это официальные сайты Министерства обороны, архивы Министерства обороны города Подольск. Так, дальше. Дальше. Так, вот все. У нас время вышло, мы быстро с вами сейчас поиграем в игру. Предыдущую уже ну вот эту оставьте тогда. Сейчас давайте сделаем так. У нас время не так много, мы очень быстро распределимся по столам и все-таки быстренько поиграем в эту игру, чтобы вы успели в ней. Суть в чем? Объясняем правила игры здесь, чтобы потом не кричать. Значит, в Германии придумали гениалоги эту игру. Вам каждому на каждый стол будет такой пакет документов. Здесь копии разных документов. Задача в том, что вам нужно создать генеалогическую диаграмму, которая уже имеет исходящие сведения. Прямо в ней один из вас из каждой команды может писать ответы. Ну, нас тут много, поэтому это должно, мы должны справиться. Обычно это делают за полчаса, группа по 6 человек. Если нас тут так много, то я думаю, что мы все быстро справимся. Ну, давайте начнем. Давайте к столу каждый распределиться. Три стола у нас я принесу сейчас эти документы. по-русски. Спасибо. Продолжение следует...